Всех приветствую! Сегодня мы с вами посмотрим компанию под названием VION. Это её новое название. Раньше она называлась просто Wimpel.com. Работает в России под брендом Beeline, также работает в ряде других стран, о которых мы сегодня также поговорим. Почему я решил разобрать эту компанию? Ну, во-первых, потому что у нас с российского рынка, по сути, сам себя изолировал Megafon. То есть FreeFloat настолько маленький, дивиденды они не платят, поэтому смысла особого в Megafon теперь нет. И у нас остаётся две крупные компании, которые представлены на московской бирже. Это компания МТС и компания Ростелеком. Соответственно, выбирать, как говорится, особо не приходится. Поэтому я решил в рамках покрытия аналитического, которое мы делаем на нашем сайте Wall Street Pro, делать вместо Megafon покрытие компании VION. И чтобы вы немножко понимали, что это за компания, кому принадлежит, какие дивиденды платят, какая у неё финансовые показатели за последние годы, где торгуются, как купить. В общем, всё это мы постараемся сегодня разобрать в небольшом видеоразборе про эту компанию. Итак, давайте начинать. Я для себя сделал некоторые пометки, план, по которому я сегодня буду рассказывать вам эту компанию. И начнём. Значит, начнём с, сказать, конечно же, дивидендов, потому что какой смысл нам вообще идти за рубеж, потому что VION торгуется не в России, и покупать эту компанию, если дивиденды маленькие. Значит, по дивидендам. Ситуация в последние годы улучшилась. Если до этого в лице Вэмпелкома все деньги, или почти все деньги вкладывались в развитие компании с кубкой активов по всему миру, то последние годы, начиная с 2017, решили всё-таки, что хорош. Всё-таки телекоммуникационный сектор – это дойная корова, которая, в принципе, уже выросла, и расти некуда. Поэтому основные акционеры, о которых мы поговорим сегодня, решили всё-таки начать платить дивиденды. И на текущий момент дивидендная доходность, исходя из дивидендов в этом году, составит около 10%. В прошлом году было примерно столько же. Соответственно, платят дивиденды в долларах США, платят их дважды в год. Соответственно, дивиденды, по большей части, зависят от наличия свободного денежного потока, который у компании начал появляться, и, как они утверждают, будет появляться. Мы про это чуть позже поговорим. В общем, компания на текущий момент даёт 10% дивидендную доходность, ну, конечно, без учёта налогов. То есть, такая получается грязная дивидендная доходность. Что, в принципе, при текущих котировках на российские активы, мы можем просто с вами сейчас посчитать потенциальные дивиденды у МТС, даже при том, что МТС сейчас очень хорошо припал. То есть, они платят, они обещают 26 рублей. Делим на 270, там, с копейками сейчас стоит бумага. МТС 9,5. То есть, есть МТС 9,5, есть бывший в Emple.com, Beeline и в лице Vion 10%. Забегая немножко вперед, скажу, конечно же, МТС, по-моему, на мой взгляд, компания более интересная, чем Vion, но для диверсификации она может быть также вам полезна. Итак, значит, где торгуется Vion вообще, где можем это купить? Значит, компания торгуется сейчас на двух биржах. Изначально она, как уверяют справочники самой компании, начиная с 2000 года, это была первая компания, как они говорят, первая компания на Нью-Йоркской фондовой биржи с 1903 года, размещенная, или 1913 года, размещенная в Нью-Йорке. То есть, вот первая наша российская компания Vion.com начала торговаться в 2000 году. Напомню, на NASDAQ торгуется. Да. И вот такие у нее результаты. Сносим, вот тут почему-то график мне больше не дает. Давайте посмотрим, может, John Wick даст? Нет. John Wick тоже она не дает. Вот, то есть, недельный график. Смотреть, с 2010 года пока график, то мы видим, что цена у нас сложилась почти в 10 раз. Ну, нельзя сказать, что в 10, да? Но вот берем с момента, вот, когда нам график дает до текущей цены, это минус 84 процента. То есть, вы вкладываете туда 10 тысяч долларов, остается 1600. 1600 долларов. Но, надеюсь, все не так будет печально в будущем. Вот. Во-первых, потому что дивиденды стали платиться. Во-вторых, все-таки была уже девальвация. А как мы понимаем с вами компания, но сейчас вы еще не понимаете, то компания все-таки работает в валютах России и прочих стран. Значит, торгуется она на NASDAQ. То есть, вы можете спокойно купить эту компанию через любого нормального адекватного брокера. Можете купить, допустим, в России, кто даст доступ к этой компании. Ну, Тинькофф инвестиции дает, БКС дает, Финам дает, да кто угодно. То есть, никаких проблем я не вижу. Вам давно уже пора иметь доступ на мировые рынки. Тем более, мы с вами ими активно занимаемся. Значит, Вион там торгуется. Еще Вион торгуется на Амстердамской бирже. Вион. Он торгуется на Амстердамской бирже. Но только недавно запустили в 2017 году торги. Поэтому ликвидность там небольшая. Сами видите, недельный график. Тут может быть диапазон 5% легко в день. Вот. Ну, если вы хотите купить Вион именно в евро, то пожалуйста. Кстати, Вион изначально зарегистрирован на Бермудских островах. Потом им владеет голландская компания. И вот они как бы в Европе находятся. То есть, их штаб-квартира в Амстердаме якобы. Ну, хорошо. Идемте дальше. Значит, поняли, да, где торгуется она. Теперь про владельцев. Значит, владельцами являются... Самый крупный владелец – это компания LetterOne или LetterOne, которой владеет господин Михаил Фридман. Это, как его известно, один из совладельцев Альфа Групп и Альфа Банка. Он также владеет... Вот это LetterOne, Альфа Групп... Я вот не помню, кто из них... По-моему, Альфа Групп все-таки не LetterOne владеет. Вот X5 Retail Group. И вот только вот с 2017 года, по итогам этого года, они начали платить первые дивиденды. Но в отличие от X5, который платит один раз в год пока, компания Avion платит теперь дважды в год. То есть, все. Видимо, настал тот момент, когда LetterOne и Альфа Групп нужны деньги, чтобы куда-то их вкладывать. То есть, развития уже, как они видят, нет. Ну и котировки показывают непонятно, куда они вкладывали все эти деньги, с учетом того, что котировки показали нам падение в 84%. Но, видимо, и они тоже поняли, что деньги дальше некуда вкладывать. Значит, второй владелец – это компания Telenor. В принципе, мы когда с вами разбирали на сайте Wall Street Pro международных мировых телекоммуникационных компаний, то там мы про эту компанию говорили. Она нам очень-очень понравилась. Ну и есть еще The Stretching – 8%. Некая контора – Stretching Administration – Kontor Mobility Телекоммуникационный Инвестор. Вот такой есть. И Free Flow – ну, почти 30%. Вот. Вот такая примерно структура владения. Далее идем. Давайте глянем теперь, что из себя представляет сама компания. Я взял отчет за 2017 год. Я не нашел полноценного красивого отчета за 2018 год, поэтому придется смотреть презентацию. Ну, давайте. Я отобрал отдельные страницы, которые мы сейчас посмотрим, и чтобы вы были в курсе, чем занимается, где работает компания, какие финансовые показатели и тренды у нее были. Ну, начнем с трендов. Тренды очень простые. Слева направо мы видим выручка. Выручка. Ну, и давайте, немножко забегая вперед, скажу, что компания, поскольку она оперирует в основном на рынках России, там, скажем так, Ближнего Востока, Южной Азии, в странах СНГ, то, понимаете, деньги-то постоянно у нас, валюты скачут туда-сюда по отношению к доллару, идут девальвации и прочее. Поэтому компания отражает здесь все в долларах, что, на мой взгляд, не совсем дает ту картину, которая должна была бы дать, потому что, если она, допустим, работает в России, лучше бы видеть тренды в национальной валюте, видеть, ну, мы чуть позже это посмотрим. Поэтому то, что сейчас будет перед вашими глазами, это некое такое условное обозначение, потому что компания заработала, допустим, 100 миллиардов рублей. При долларе, там, 30 – это одно значение, при долларе в 60 – это совершенно другое значение, да, то есть два раза меньше. Поэтому здесь смотреть такие тренды, ну, так, чтобы в курсе быть. Значит, по выручке flat такой, даже слегка не спадающий, был в 2015-м 9,6 миллиардов, сейчас 9,5. Ну, data revenue, то есть начали получать деньги от мобильного интернета, прям показывает, как идет, какой рост хороший. EBITDA также показывает рост за последние годы, репорт от EBITDA, то есть, опять же, ну, во многом благодаря тому, что доллар был в 15-м 70, а в 17-м 55, это тоже надо не забывать, поэтому растет EBITDA. Дивиденды тут начали платить 16-17 год нормально, то здесь все, как бы, хорошо. То есть в долларах выглядит все не очень, не очень плохо последние, как бы, три года. То есть мы видим, выручка там болтается, но при этом EBITDA растет. EBITDA важнее, чем выручка, поэтому здесь все нормально. Далее. Где работает компания? Если мы знаем с вами, точнее, мы знаем с вами, что МТС у нас работает в России, как ее основной рынок, больше 90% зарабатывает в России, но у нее еще есть отдельные подразделения там в Белоруссии, в Армении, до недавнего времени были еще и в Узбекистане, и в Туркменистане. Соответственно, там они все это сворачивают постепенно. В принципе, что и делает ВИО. Значит, ВИОН то же самое, больше 50% своего дохода и выручки EBITDA она получает из России под маркой Beeline. Наверняка многие из вас пользуются Beeline. Соответственно, работают также на Украине. До недавнего времени работали в Италии. Сейчас я расскажу про Италию. А в Казахстане основной, второй после России рынок является Пакистана, но еще есть рынки Алжиры, Бангладеша, где у них не очень все хорошо. Там, ну, везде их там мочат, как можно так, наверное, сказать. Ну и в принципе, Узбекистан тоже этот рынок они оставляют, потому что им удалось вытащить 200 миллионов долларов. Вот написано, в 2017 году они успешно репатриировали 200 миллионов долларов кэша из Узбекистана. То есть до этого им вообще не позволялось деньги выводить. То есть, ну, насколько, зачем-то охотитесь, а тут деньги нельзя вытащить. Непонятно мне. В общем, вот примерная карта работы. То есть это Emerging Markets, при том южный Emerging Markets. Далее идем. Они запустили платформу недавно, Vion платформа. Я вот не совсем, я их ни разу не пользовался, потому что у меня нет Beeline. Те из вас, кто пользуется Beeline, пользуется Vion, можете в комментариях сказать, пользуетесь ли вы вот в этой платформе Vion. Это какой-то мессенджер, который можно бесплатно там внутри сети переправлять что-то. Тут можно и свой баланс, видимо, посмотреть еще что-то. Насколько это удобно? Вот скажите вам, вы пользуетесь или нет? Было бы интересно это узнать. Дальше идем. Теперь по показателям уже непосредственно в валютах тех стран, где она работает. Вот возьмем Россия. В России выручка, ну вот можно сказать, тут они поквартально показывают. В принципе, флетовая. Ебеда даже отрицательная была в 2017 году. Даже отрицательная. То есть все нарастили у нас в России, а Beeline сдулся. Зато в Пакистане любят очень сильно Vion. У них там собственное подразделение, по-моему, называется Jazz. Jazz, Jazz такой у них, телекоммуникационный оператор. Здесь у них стабильненько все хорошо. Все прямо чудесненько. В Алжире, в Англадеше плохо. Украина тоже любит компанию Beeline. Здесь вообще ебеда выросла на 40% вообще какой-то. Бешеный рост. Ну, мне кажется, это из-за девальвации. Ну, в Узбекистане там все плохо. И там сейчас они закрывают все этот бизнес, продают его и все, уходят оттуда. Значит, дальше идем. Страница 32. Показатели. Вот показатели, которые нам интересны. Но, опять же, повторюсь, здесь в долларах США получают валюту в разных странах. Соответственно, ебеда, мы видим, растет. Все хорошо. Для нас что важно? Вот он, Free Cash Flow. То есть, Equity Cash Flow 800 миллионов, Underline Equity Cash Flow почти миллиард. То есть, у компании нормальный появился свободный денежный поток, и он растет. За 2018, мы сейчас посмотрим с вами, в принципе, они подтверждают, что около миллиарда и будет. То есть, денежный поток у них, в принципе, на мой взгляд, один из важнейших показателей, хорош. То есть, денег они зарабатывают. Не важно, что у них там где-то падает, растет. Главное, что свободный денежный поток у них растет. Это как раз-таки говорит о том, что менеджмент смог каким-либо образом при падающей выручке в некоторых странах все-таки деньги доставать. В том числе, возможно, спасибо Узбекистану за вывод активов оттуда. Дальше. Чистый долг. Вот здесь самый такой интересный момент. Значит, чистый долг у компании на конец 2017 года был 9,7 миллиардов долларов. Соответственно, это отношение чистой долги и беда 2,6. Ну, если сравнивать с российскими компаниями, то у МТС он там чуть больше единицы. У Мегафона он там тоже за двоечку, близко к двоечке. Ростелеком то в районе двоечки. То есть, у Виона, все хочу ВМПЛКом назвать, у Виона самый большой долг среди российских компаний. Но поскольку не совсем полностью российский, только половина дохода из России, то он работает на развивающих рынках, где ставки, в принципе, тоже достаточно высокие, то долг у него, ну, такой, скажем, 3. Это я бы точно даже не стал, скорее всего, рассматривать эту компанию, если у него был бы на дедке беда 3 на развивающихся рынках. Здесь он у него уже такой немножко кусающийся, но не смертельный. То есть, абсолютно не смертельный, но самый большой среди крупных компаний. Соответственно, дальше. 37-я страница. Что они говорят? Они говорят, что по итогам 2018 года, сейчас мы еще посмотрим полугодовой отчет, по итогам 2018 года у них будет свободный денежный поток около миллиарда. Ебеда, они говорят, будет где-то flat, либо там плюс-минус 1-2%. Соответственно, revenue тоже как-то так чуть-чуть будет маленький рост. То есть, такой у них прогноз на этот год. Дальше. 38-я по дивидендам. Я вот глубоко прям не смог так порыть, но то, что вот лежал на поверхности, они платят дивиденды, и они написаны, VION is committed, то есть, привержен, клянется, можно перевести, наверное, так это слово, клянется, выплачивает дивиденды, надежные, стабильные. Вот тут меня удивило какое-то слово progressive dividend-based. То есть, прогрессивный, это значит, как бы растущий. А вот как правильно, наверное, перевести это? Progressive dividend-based. Он эволюшен на эволюции увеличения, или там просто эволюции свободного денежного потока компаний. Вот как я понимаю, что у них будет эволюция денежного потока, он будет расти, и, соответственно, у них будут прогрессивные растущие дивиденды. Вот так я понял это. Ну, по крайней мере, слова красивые, слова красивые, заманчивые. Васька слушает, да ест. Ну, и последний слайд из 2017 года, это показать вам, что творится в России по год году у них. Значит, выручка выросла на 1%. Это самый плохой показатель, по-моему, среди трех основных наших мобильных операторов. Значит, далее, EBITDA снизилась на 0,4%. Это, по-моему, ни у кого по итогам 2017 года EBITDA не снизилась. У всех она выросла, просто, по-моему, в зависимости от там определенных значений. Ну, и капексы они срезали, за счет этого у них free cash flow вырос. То есть, пока что мы видим, мы видим по России, да, как основному рынку, у них показатели такие, так себе. То есть, самые худшие из российских компаний по телекоммуникационному сектору. При этом на других рынках тоже смешанные показатели. На втором крупном Пакистане там вообще все шикарно. На Украине там вообще просто фонтан. На Валжире и Бангладеше тоже так себе. Вот. Теперь давайте посмотрим по итогам полугодия, что у компании получилось. То есть, откроем страницу пятую. И здесь такой очень хороший маркетинговый трюк. Значит, они говорят, первое полугодие. Значит, выручка 4,5 миллиарда. И пишут, плюс 3,1 органик. Ну, такие. Мы такие видим большие цифры. Говорим, ну, неплохо. Дальше говорим, ебеда. 5,5 органик. Мы такие, вау, класс. Вот. Equity там, free cash flow. 540 миллионов. Отлично. То есть, за полгода как раз 540. Еще следующие полгода. Может, еще где-то миллиарды будет. То есть, как они обещали. Вот тут такой единичка стоит. Написано внизу. Значит, выручка. Минус 3,8 reported. То есть, 3,8 это по МСФО. Минус 4,5 ебеда reported. То есть, отчетная. Вот. Значит, что такое органик и что такое reported? Органик, это они говорят внизу. Есть такая сносочка. Они говорят, что это organic change. То есть, изменение исключает эффект от изменения валютных курсов. Других факторов, такие как ликвидация бизнеса. Ну, там, в Зубикистане. Продажа различных активов и слияние и поглощение. То есть, они говорят, что без валютных курсов, без вот этого всего, как бы, все хорошо. Ну, видите, двояко. То есть, вроде неплохо, вроде и плохо. И вот смешанное у меня чувство по данному вопросу. Дальше. Страница 7. Пишет. Улучшает свой баланс, поддерживая прогрессивную дивидендную политику. Прогрессивную. Они что тут имеют в виду? Вот еще раз. Они прогрессивные, потому что у них она прогрессивная такая. Вот все остальные отсталые, а у них она прогрессивная. Вот. Либо, что она растущая, прогрессивная. То есть, должна быть какая-то прогрессия в выплатах. Ну, вот что они говорят здесь. Они говорят, что на второй квартал чистый долг 2,5. Как мы сказали? Ну, чуть меньше, чем по итогам 2017 года. Далее, что они говорят? И тут очень важный момент, который я хотел бы обязательно уточнить. Они продали совместно предприятия в Италии. То есть, несколько лет назад решили ребята залезть в Италию. То есть, в Западную Европу. Им не сиделось в Emerging Markets. Они решили купить вместе с Хатчицем. Хатчицем. Тяжело. Выговорить, это гонконгская компания, которая скупает активы по всему миру. В том числе, вот они совместно решили прикупить этот бизнес итальянский. Совместное предприятие называлось Винт-3. Вот такое Винт-3. Ветренное дерево. И что-то не пошло. В итоге партнерство не удалось. И они за 2,5 миллиарда долларов продали этот актив. И, соответственно, как отреагировал он сильным ростом. Мы видим, в июле, 3 июля было объявлено о том, что компания продает свой итальянский актив. Компания, соответственно, котировки вздыбились сразу на 20%. То есть был гэп 20%, чуть-чуть потом его подлили. Но все равно бумага укатила на 30% в холки свои после этого объявления. То есть продажи итальянского бизнеса, который у них не особо-то шел, там у них вечные проблемы были. Придет к тому, что у них появятся вот эти 2,5 миллиарда евро было. Это 2,9 миллиарда долларов. И эти деньги пойдут куда? На погашение долга. Погашение долга. Я не понимаю, только все пойдут или не все, но какая-то значительная часть пойдет к этому. И видите, написано еще раз. Вион из коммитет клянется. Можно, например, выплачивать надежные, прогрессивные дивиденды из-за эволюции своего свободного денежного потока. И мы видим, что долг уменьшится до 1,8 и станет вторым после МТС самым маленьким. Но 1,8 это тоже не прямо чудесно так. Но это лучше, чем 2,5. Это очевидно просто. И у них есть... Поэтому здесь есть положительный такой момент, что у них денег хватит, чтобы иди выплатить в будущем. У них, представьте, если они 3 миллиарда просто погасят, то это существенная экономия. Это свободный денежный поток у них еще увеличится. Дальше смотрим. 9. Значит, по второму кварталу, давайте посмотрим в национальных валютах, что происходит. По России EBITDA начала расти 1,2%. По выручке вообще 6% в Пакистане. Плюс 16 EBITDA. В Алжире так постепенно нисходящая динамика. Бангладеша тоже нисходящая динамика. Украина опять жжет. Плюс 8%. Узбекистан. Там же бизнес закрывается, поэтому особо смотреть нет смысла. Далее. Последняя страница. Значит, по России, по квартально. Вот мы видим выручка плюс 6. EBITDA плюс 1,2. Ну, ни шатка, ни валка. Все-таки как-то они тут пытаются выжить. Капитальные затраты немножко подросли в этом квартале. Но это все закон яровой. Я читал специально большую интервью. Вам советую тоже почитать на сайте ведомости. Называется Wi-Fi умрет очень скоро. Новый генеральный директор Вейтнеллкома Василь Лацанич, прошу прости. Я почему-то тебя тяню. Лацанич рассказал, что ждет от государства и почему больше неинтересно пересчитывать сотовых абонентов. То есть достаточно занимательное интервью. Он как раз-таки выходит из МТС, поэтому может быть что-то сделает с компанией. Но компания, говорю, международная, представлена в ряде стран. Вот. Такой примерно вывод. Вывод какой? Ну, вывод смежный. То есть есть какие-то положительные прорывные моменты, такие как, например, увеличение свободного денежного потока. Такие хорошие дивиденды платятся пока что два раза в год. Плюс они, видите, клянутся платить эти дивиденды. Снижается уровень долга. Здесь плюс. Минус то, что операционные показатели так себе. То есть, слава богу, там нет какого-то полета ко дну океана. Но это, объективно говоря, среди динамики компании даже чуть хуже, чем у Ростелекома. То есть, Ростелеком так себе, Вион как бы еще чуть хуже. Вот. Пока лучше всего на себя чувствует, конечно же, компания МТС. Если бы у меня был выбор либо МТС, либо Вион, ну, конечно же, МТС даже не рассматривает, да. То есть, вот, потому что они на разных сторонах. Но у Виона, у него есть конкурентное преимущество по сравнению с другими операторами. Это высокая дивидендная доходность. И вроде как собираются выплачивать. Последний момент хотел вас спросить. Если вы пользуетесь компанией Beeline, я никогда в жизни не пользовался. Что вы скажете про ее связь, про ее услуги и вообще-вообще-вообще. Я понимаю, что в целом, даже если будете абонентом МТС, вам не будет нравиться и не МТС, никто. Но вот так вот, объективно, давайте посмотрим. Подходит, сойдет или совсем критично плохо для вас пользоваться Beeline. В принципе, все. Спасибо за внимание. Ну, и напоминаю, что больше обзоров по телекоммуникационным секторам, по разным другим компаниям, вы найдете на сайте WallStreetPro. Милости просим. До новых встреч. Пока.